Возы и вакцинация. Могут ли студентов и абитуриентов заставить прививаться? Цены доросли до святого. Останется ли борщ доступным или превратится в деликатес? Рядом с Денисовой пещерой собираются создать туркластер и палеопарк. У российских федеральных округов появятся кураторы. В стране появляется новый институт наставников, которые будут следить за достижением национальных целей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Институт полпредства, он про другое. Полпредства изначально создавались под поручение президента Российской Федерации и некий контроль над состоянием региона. В данном случае то, что вице-премьеры будут курировать различные округа, это поможет наладить более тесную связь между правительствами в регионе и правительствами РЭП как раз с точки зрения выполнения программ. Сибирский федеральный округ будет курировать Виктория Абрамченко. Сейчас она отвечает за недропользование, экологию и лесное хозяйство. До этого занимала должность замминистра сельского хозяйства и замминистра эконом-развития страны. Приемная кампания в вузах Алтайского края в самом разгаре, точно так же, как и пандемия. И абитуриентов, и студентов волнует вопрос, будет ли зависеть зачисление и обучение от прививки. Учебные заведения пока говорят о рекомендациях, но и третья волна набирает обороты. Как себя ведут студенты разных вузов и возможно ли принудить к прививанию, разбирался Дмитрий Дроздов. Пандемия не могла не отразиться на приемной кампании. Вновь заочная подача документов. Для кого-то удобно, а вот для института культуры тяжело. Талант нужно оценивать вживую. А теперь на носу и другой важный вопрос – вакцинация. И вопрос открытый. Мы, конечно, разговариваем с студентами, беседуем, объясняем, что нужно вакцинироваться, но ориентируется будем на постановление главного санитарного врача в Балтайске. Разъяснительный характер вопрос вакцинации носит и в политехническом вузе, но, как известно, не требует того, чего сам не можешь. По такому принципу действует руководитель университета. И все-таки рекомендация быть привитыми к началу учебного года здесь есть. Педагоги в этот процесс вливаются активно. У студентов статистика хуже. Что делать с теми, кто до сентября не привьется? В вузе решат по ситуации. Они останутся нашими преподавателями, останутся нашими студентами. В зависимости от той обстановки эпидемиологической, которая будет, в зависимости от того массового, скажем так, иммунитета, который у нас к тому времени накопится, будет решение принято. Пока учредитель рекомендует проводить в смешанном режиме занятия для тех, кто не привился. Студенты, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что пока их не принуждают. А потому и они сами не спешат вакцинироваться. Так студентка классического вуза попросту боится. А в медицинском вузе наоборот. Подход самый серьезный. По словам руководителя университета Ирины Шереметьевой, студенты с первого курса проходят практику в больницах и быстро осознают ответственность за свое и чужое здоровье. Сейчас в медицинском вузе 70% привитых. Те, кто выбирают обучение в медицинском вузе, уже понимают о том, что всегда должны быть на передовой, должны осознавать ответственность и перед собой, и перед друг другом, и перед пациентами, и перед населением. То есть мы уже идем на это осознанно. Но имеют ли право абитурентов и студентов действительно принудить к вакцинации? Это как посмотреть, уверена юрист Татьяна Корнелюк. Так, один федеральный закон обязывает вузы обеспечить доступ к образованию, а другой позволяет вузам ограничить посещение студентов. Получается, два федеральных закона противоречат друг другу, и образовательным учреждениям надо как-то исхитриться, чтобы выполнить требования обоих федеральных законов. И с одной стороны ограничить прием или посещение, в зависимости от того, как будет трактоваться судами, это норма, и законодателями. А с другой стороны обеспечить доступ к образованию, независимо от никаких критериев, больной, здоровый, привитый, непривитый, каждый гражданин имеет право на образование. По данным Татьяны, еще не было ни одного суда, в котором решался бы этот вопрос. Но если процесс начнется, то даже юристу придется выбирать, какому закону следовать. Либо, возможно, другая ситуация, когда у нас в крае ведут обязательную вакцинацию. Или в УЗИ сдадут соответствующий указ. Привиться придется. Но пока есть время, каждый делает свой выбор. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Этим временем на Алтае зарегистрировано 266 новых заболевших коронавирусом за сутки. 3300 человек прямо сейчас лечатся в госпиталях. И хотя многие уже не паникуют, как во время второй волны, прошедшей осенью, опасаться есть чего. И в этой обстановке в редакцию наших бийских коллег пришло несколько сообщений о том, что в местном ковидарии медики избивают пациентов. Проверить это туда отправились журналисты вместе с министром здравоохранения региона. Мою подругу врачи били в ковидном госпитале, а еще людей там плохо кормят. Это лишь одно из обращений, которое поступило в редакцию бийского телевидения. Для того, чтобы проверить данные факты, мы пошли в красную зону. Тем более повод подвернулся. С проверкой в медучреждение приехал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Количество людей, как вот оцениваете? Также человек 30 поступает. Ну, в смысле, не все поступают, но их отправляем на лечение в другие отделения более легких. На другие площадки, да. Анна Васильевна в ковидный госпиталь Бийска поступила в тяжелом состоянии. Дышать было трудно. Температура зашкаливала. Женщина даже не помнит, как оказалась на больничной койке. Положили, подлечили. Сейчас дышим, радуемся всему. На вопрос о грубом отношении медицинского персонала и проблемах с питанием Анна Минаева отвечает достаточно эмоционально. Ох, мама родная. Какие глупости. Относятся прекрасно. Прям вообще отношения хорошие, молодцы. И, главное, кормят. Всем достаточно. Всего хватает вот так. Ирина Макарева из Алтайского района. Она уже почти две недели проходит лечение в инфекционном госпитале. Признается, что дома, в своей поликлинике в селе Алтайское, долго не могла добиться теста на ковид. Пришлось выходить даже на главного врача. Когда показатели сатурации оказались ниже нормы, только тогда женщину госпитализировали. Сейчас самочувствие значительно улучшилось. Лечит сильно хорошо. Молодцы. Персонал хорошо? Да, очень все хорошо. Беды хватает? Хватает. Многие пациенты работу медицинского персонала в красной зоне называют адом. Больных много. Сейчас в госпитале проходит лечение больше трехсот человек. И, несмотря на это, сотрудники уделяют внимание каждому. Персонал молодцы. Вообще девчонки не отходят. Ходят с четырех утра, с трех утра и все, и до поздней. Молодцы вообще. Молодцы. Уход хороший. Дмитрий Попов тоже пообщался с пациентами. И сообщение о якобы противоправных действиях со стороны младшего медперсонала назвал просто чьей-то выдумкой. То есть пообщались с пациентами? Ну, коробки. Причем, заметьте, женский персонал. Ну, вот, в части, я бы назвал, наверное, даже фейковых новостей. Ну, как? В общем, пациенты, с которыми мы поговорили в ковидном госпитале 2-й горбольницы, факты избиения не подтвердили. Проблем с питанием, по словам людей, здесь тоже нет. Как кормят больных, мы видели сами. Всем желаем скорейшего выздоровления. И специалисты для этого делают все возможное. Скоро домой пойдем? Ну, молодец. Деда, молодец? У меня-то, деда. Евгений Плохотин, Андрей Сегаев. День с толком. Ирине Долговой продлили домашний арест до конца сентября. Под такой мерой пресечения бывший зампредседатель краевого правительства находится уже 9 месяцев. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2018 году Долгова поручила предприятию подведомственному краевому Минздраву приобрести лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму около 1 миллиона рублей. Эти препараты приобретались по смешной цене от 10 рублей до 10 копеек. Также выяснилось, что Долгова включила своего знакомого в регистр по выдаче бесплатных лекарств за счет краевого бюджета. Нанесенный ущерб льготникам оценили в 200 тысяч рублей. В августе 2020 Ирина Долгова ушла в отставку с поста зампреда алтайского правительства и уже через месяц в отношении нее возбудили уголовное дело. На Алтае создадут региональный штаб по газификации. Указ об этом подписал Виктор Томенко. Судя по документу, новая структура должна будет вырабатывать предложение, как улучшить механизм подключения к природному газу домов, где уже проложены сети. Также штаб не оставит вопрос до газификации. И, кроме того, его участники изучат причины отказа жителям в подключении. В состав структуры войдут представители краевого правительства, органов исполнительной власти, которые отвечают за газоснабжение и газификацию. На заседание будут приходить различные специалисты. Работу штаба будет обеспечивать региональный Минстрой. Овощи этим летом побили все рекорды по росту цен. По данным Росстата, их стоимость увеличилась вдвое, в то время как некоторые жители уверены, цена подскочила на 300%. И на этом фоне, например, борщ из повседневного блюда превратился в предмет роскоши. Так не проще ли тогда заказывать его в ресторане? И что сейчас происходит на овощных рынках? Слово Анаре Шагировой. Проблески надежды фиксируют сотрудники барнаульских рынков. Пару недель назад, по данным Росстата, картофель подорожал на 20%. Морковь на 37%, а свекла вдвое. Сегодня продавцы заявляют, стоимость овощей стала снижаться. Объясняют, волну ценообразования сыграла сезонность. Если раньше морковь привозили из Краснодарского края и даже Израиля, сейчас находятся поставщики поближе. А сейчас уже местные пошли, узбекские привозят. Подешевело. Сразу морковка 65-70 рублей. Она получается грязная и мытая. Цена грязная морковка 65 рублей, а мытая 85 рублей. Так и варьируется цена на местном рынке. Не то 65, не то 85, но где-то стоимость остается прежней. Поэтому неудивительно, что тот же борщ из повседневного блюда превращается чуть ли не в деликатес. Самый простой и бюджетный рецепт борща. Картошка, морковь, капуста, лук и свекла. Давайте посчитаем, во сколько нам это все обойдется. Килограмм картошки обойдется в 55 рублей. Морковь 85 рублей. Столько же свекла 35 рублей будет стоить лук и качан капусты в среднем 50 рублей. Итого 310 рублей. Оговоримся, цена примерная, поскольку не всегда на борщ нужен, к примеру, целый килограмм свеклы. Однако указанная стоимость это только за овощи, не включая мясо. Глядя на цены, ненароком задаешь себе вопрос, а не проще ли поесть порцию борща в ближайшем общепите? Ну и там, как выяснилась, своя наценка. Наценка ниже ресторанной, но кухня как раз такая стремящаяся к ресторанам. То есть мы там не жалеем мяса в свои супы. Но себестоимость, вернее, стоимость борща у нас это порядка 720 рублей за килограмм или так как. Получается, небольшая порция борща человеку обойдется в 180 рублей. Вслед за ним подорожали и салаты. Зладельцы подобных заведений говорят, что из-за высокой стоимости продуктов просто вынуждены повышать ценники, чтобы не работать в ноль. Как бы ни пришлось горожанам ждать осени, чтобы отведать наваристого борща. Тогда, глядишь, и урожай свой на дачах появится, и цены упадут. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком. До начала нового учебного года полтора месяца и есть надежда, что дистанционного образования удастся избежать. Барнаунские школы вовсю готовятся к приему учеников. В небольшом рейде по школам Октябрьского района побывала и наша съемочная группа. Посмотрели, как продвигается традиционный летний ремонт. В кабинетах 52-й школы стойкий запах свежей краски и штукатурки. Где-то необходимо обновить стены, потолок. Косметического ремонта достаточно. В этой просторной комнате еще недавно был музей, но большинство исторических документов оцифровано. Такие площади уже не нужны. Зато появилась возможность воплотить в жизнь задумку учителя технологии. Мы решили инициативу молодого педагога поддержать. И он хочет сделать техническую лабораторию. В этом году мы заказали оборудование. В прошлом году мы участвовали тоже в гранте губернатора. Выиграли этот грант губернатора в области образования. И купили новые станки. Какая там сумма? Там была сумма 350 тысяч. А в школе номер 38 активно меняют окна деревянные на пластиковые. Учебное заведение получило городскую субсидию на эти цели. Всего же за 20-е и 21-е учебные годы здесь на ремонтные работы освоили более 7 миллионов рублей. На территории школы положили асфальт, заменили бордюрный камень. А главное, и здесь кем гордятся, провели капитальный ремонт стадиона. Была построена новая универсальная площадка с резиновым покрытием, баскетбольная и волейбольная. 250 метров беговые дорожки были заасфальтированы. Конечно, нас это не может не радовать. В крае много внимания уделяется благоустройству стадионов. Но пока из 12 школ Октябрьского района Барнаула полноценная современная спортивная площадка есть только в трех. В 130-м лицее, чтобы хоть как-то компенсировать ее отсутствие, установили простенькие тренажеры прямо в коридорах школы. У нас большой хороший спортивный зал. В прошлом году нам его отремонтировали, капремонт состоялся. Есть малый спортивный зал, куда мы тоже начальную школу приводим. А вот уличные площади, к сожалению, нет. В 2011 году нам установили малую спортивную площадку с мягким покрытием, но она не покрывает нужды образовательного процесса. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, лично проверив, как в школах района идет подготовка к новому учебному году, подчеркнул, что пятилетняя программа капитального ремонта школ, которую президент России Владимир Путин поручил разработать, актуальна не только для сельских, но и для городских учебных заведений. Кроме того, депутат предлагает включить в эту программу ремонт и благоустройство школьных стадионов. Как показывает моя практика работы на округе, в эту программу необходимо включать, в том числе, ремонт школьных стадионов. Это, наверное, вдвойне будет актуально, с условием пандемии, когда занятия физической культурой можно проводить на свежем воздухе в любое время года. Такое предложение я направил на нашего губернатора Виктора Петровича Томенко и в Минобор России. Ведь игровое и спортивное пространство на школьных стадионах создается не только для учащихся, но и для жителей микрорайона всех возрастов, которые смогут здесь тренироваться и общаться. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком. Рядом с Денисовой пещерой планируют создать туристический кластер с палеопарком. Проект в разработке, однако на него уже засматриваются крупные инвесторы. Об этом с нами поговорил замгендиректора по стратегическому развитию курорта Белокуриха Олег Акимов. Он рассказал о планах на строительство кольцевой туристической дороги Белокуриха, Денисова пещера, Усть-Кан, Черга, Белокуриха за бюджетные деньги. Взамен предприятие создаст палеопарк с экспонатами денисовцев. Это станет точкой притяжения и позволит развивать для туристов юго-востока Алтайского края. Площадь перед Денисовой пещерой. Мы предлагаем ее всю обустроить. Во-первых, там разместить разные фигуры. Допустим, ученые нам говорят, что это было время субтропиков, и там жили достаточно экзотические животные в районе этой пещеры, помимо человека. Разместить этих животных, чтобы было интересно, разместить предполагаемую фигуру денисовца, как он мог выглядеть в это время. Сделать там определенную инсталляцию самой Денисовой пещеры. Добавим, что в 2008 году в пещере была обнаружена окаменевшая фаланга пальца девочки. Ученые определили, что это неизвестный до этого подвид древних людей, который получил название «денисовцы». При пустых трибунах из-за всплеска заболеваемости коронавирусом бега на Барнаульском ипподроме в минувшие выходные прошли в закрытом формате. Но заезды менее зрелищными от этого не стали. Наша съемочная группа до старта смогла пообщаться с лучшими наездниками Сибири и узнать чуть больше о закулисье конного спорта. Подробности у Валентина Аскеровой. Наездник Константин Карамышев ласково хлопает по шее преданного товарища Сешин Сана. Через пару часов напарником на старт. Наездники – народ суеверный. Интервью до заезда обычно не дают, но сегодня все же сделали исключение. «Я сам с деревни родом. Всегда в каждой деревне были конюшни. И, как правило, все пацаны ходили на конюшни к лошадкам. Так и притянуло». После школы работал на племенной конюферме, занимался орловскими и русскими рысаками. После с семьей перебрался в город и за три года работы выиграл больше 20 традиционных призов на ипподромах Алтайского края. В карьере, говорит, бывало всякое. «Это опасный спорт. Тут непредсказуемо. Все может в заезде получиться. Лошадь закинуться. И аварий очень много бывает». «А нужно помимо тренировок какое-то такое тактильное присутствие ваше? Просто побыть с лошадью. Это как-то помогает в карьере?» «Ну, конечно. Конечно, помогает. Зайдешь в деньник, погладишься, харком угостишь, подумаешь, поговоришь с ней. Конечно, помогает». На Барнаульском ипподроме лучшие наездники Сибири из Омска, Новосибирска, Алтайского края. Бьют рекорды и борются за ценные призы. Гибрида, дерби и элита. «Победитель получает в этих призах 100 тысяч рублей. Стоимость, соответственно, 200 тысяч рублей. Соревнования прошли при пустых трибунах. Исключения – немногочисленные родственники. Впрочем, призерам их оваций достаточно. Кроме медалей, победители получили денежный приз, общий фонд которых в номинациях составил по 200 и 150 тысяч рублей». А на этом у меня все. Смотрите нас не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Подписывайтесь на нас, участвуйте в обсуждениях, рассказывайте о проблемах, которые вас волнуют. Телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.